Меня пугает лёгкость, с которой мы стали относиться к жизни. Понимаете, в чём дело? Весь мир сейчас работает на то, чтобы мы с вами ощущали невероятную лёгкость бытия. Вот главная идея вообще любого бизнеса, любой технологии и так далее, это облегчить людям жизнь. Чтобы они меньше задумывались, да? Вот если вы поговорите с теми людьми, которые создают сайты, там какие-нибудь приложения и так далее. Главный принцип какой? Не заставляйте человека думать. Я их могу понять, это разумно, потому что если вы заставите, он напряжётся и уйдёт в другое место. И понятно, что когда вы приходите в магазин, надо так расположить продукты, чтобы вам было удобно. Чтобы вы так рассчитались за продуктой, чтобы вам было тоже удобно, чтобы вы нигде не оказались. Чтобы они привезли вам эти продукты на дом, например, если это потребуется. Чтобы таксисты приезжали куда вам надо, везли потом куда надо и так далее. Это абсолютно нормальное, естественное наше состояние, когда вы смотрите, ну какой-то контент потребляете. Вы же не хотите его долго искать? Это же мучительно. То есть открываешь кинотеатр этот электронный, электрический. И что смотреть? Зачем смотреть? Неудобно. Потом на кнопку наберут что-то. Лучше просто искать и сразу. Да, и вы посмотрите. У меня одна сотрудница классно сказала. Самое лучшее приложение это будет, что вы приходите домой, включаете телевизор, и там одна кнопка, который один фильм, который именно вы хотите посмотреть. Идеально. И мы оказываемся в конструкции, когда эта невыносимая легкость бытия, она начинает просто нас всех захватывать. И всякая сложность бытия в обратную сторону начинает нас пугать, напрягать, вообще казаться странной. А самые существенные вещи в этой жизни, они все сложные. Ну вот представьте себе отношения с другими людьми. Вот если вы хотите с кем-то построить отношения. Это же очень сложно. Потому что, ну, что мне вам рассказывать? Реконструкция, потребности, вот, неоправданные ожидания. Тут у меня как раз сидит тринадцатое, четырнадцатое занятие и пятое, шестое. Вот. И там сейчас я читал, что этих опять любовные объекты, это воображали себе все. Несуществующие животные. Кентавры и единороги. Вот. Да, потому что у нас есть потребность, мы ожидаем что-то такого, что у нас все поймут, полюбятся, в общем, будут бегать вокруг нас с щенячьим виском, смотреть в глаза и говорить, боже, как же мне повезло. Вот. А теперь представьте двух таких животных, которые бегают вам друг к другу с этими криками. Вот. Вы видели как-нибудь такое? Ну, наверное, это случается на некоторой фасе, но потом это проходит. Вот. Это очень сложная вещь. Вот это вот легкость, которая во всем и в сложных делах, которые, в общем, самые сложные, они из-за этой общей легкости тоже начинают восприниматься как гиперпростые. Да, как гиперпростые ни к чему приводят. Что отношения так себе, да, долго не длятся. Вот. И качество их не особенно, да. Вот. Ну, мужчины уже, как это говорить, ну, там оно. Вот. Девушки еще продолжают переживать. Вот. Так что подумайте про 2030 год. Да? Все сразу. Вот. Вот. Да. И с профессией точно так же. У всех ощущения, что у них есть навыки, они особенно толком никому эти как бы не нужны. Ну, то есть, вот вы ощущаете себя человеком, который у вас такое знание, что вас с руками отсюда оторвут. Ну, может, кто-то ощущает, я как бы здесь не хочу обобщать, но в целом нет ощущения, что вот тебя будут с руками отрывать. Потому что есть ощущение, что вообще не ты так другой, не тот так этот. Да? Вот. И вот это две ключевые вещи, которые меня пугают, когда мы начинаем рассуждать про понятие успеха и что нам как бы со всем этим делать.